Стратегически важный объект для всего Черноморского побережья Одесской области рискует превратиться в очередной нереализованный долгострой. Мы с вами на мосту через Сухой Лиман. Рабочие отсюда ушли еще в августе 2019-го. Работа пока не продолжается, но сейчас, разумеется, погода мешает, но вся проблема упирается в отсутствие финансов. Осталось сделать подъездные пути. 70% работы уже сделано. 80 миллионов гривен цена вопроса. Из чего бюджета будут делаться работы? Кто будет финансово отвечать за объект? Пока что большой вопрос. Изначально финансовая нагрузка легла на мэрию Черноморска, но чиновники и управленцы города Пододесской адекватно оценили свои финансовые возможности, что они не потянут такую сумму, поэтому стали искать другие источники финансирования. По последней информации, объект, мост могла на себе взять службу автомобильных дорог. Собственно говоря, об этом говорилось на совещании, итоги которого нам пересказал народный депутат Украины, мажоритарщик по округу, где и расположен Черноморск, Сергей Калибошин. Ему слово. Дни 10 назад первый заместитель главы облгосадминистрации Вячеслав Овечкин проводил выездное совещание как раз по этому вопросу. Мяч на стороне поля сейчас мэрии, рассматриваются варианты. Я думаю, что в зависимости от того, какое решение примет мэрия, будем уже смотреть, какие источники финансирования. Моя личная точка зрения, если служба автомобильных дорог и дорожный фонд готовы это профинансировать, я считаю, что не нужно напрягать, скажем так, бюджет городской, бюджет областной, а сделать это таким образом. Тем не менее, мы ждем решения, которые будут приняты по итогам совещания, которые были около 10 дней назад. Впрочем, для того, чтобы объект перешел под крыло службы автомобильных дорог, есть проблема, юридическая коллизия. Об этих нюансах нам сообщил депутат городского совета Черноморска Василий Бугачук. Также Василий нам поведал еще об одной важной проблеме, это о физическом состоянии самого объекта, который, я напомню, вот уже с августа месяца практически ни под чьим надзором, никто не смотрит, никто ничего не делает, нет финансов, нет организации, которая бы сейчас отвечала за его состояние. А давайте послушаем Василия Бугачука. Мы сегодня с вами стоим на земле частника. То есть этот мост стоит на земле частника. Как может Автодор принять строение не на коммунальной земле, не на громаде Черноморска. Плюс второй отрезок еще какому-то частнику принадлежит. Третий участок там, наполовину порт, наполовину город. Потому первая проблема. Вторая проблема. Вторая проблема есть исследования, которые гласят о том, что уже вот это строение, которое у меня за спиной, оно также получило деформацию. Напомню, что с подъездными путями к Черноморске и к окрестным селам уже давно проблема, давно некоторые трудности. Мы помним, как на несколько месяцев перекрывали дорогу во время ремонта понтонной переправы, какие были неудобства. Понтонная переправа сделана, но исходя из того, что она у него считается большая, она очень-то широкая в смысле пропускной способности. Потребность в таком масштабном сооружении, на котором мы сейчас находимся, она есть и есть не только у жителей города Черноморск. Мы будем следить за развитием событий вокруг этого сооружения. Виталий Хемик, Константин Нищерет, телеканал Репортер. Продолжение следует...